В рамках трёхсторонней рабочей группы идёт предметный разговор о деблокировании региона. Ключом к решению этой задачи является деблокирование Армении, которая с момента обретения независимости фактически является заблокированной страной. Как передаёт канал 13, об этом заявил в интервью российской газете заместитель премьер-министра Российской Федерации, сопредседатель Российско-Азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Алексей Аверчук. Отметим, что Аверчук также представляет Россию в трёхсторонней рабочей группе по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе. Как известно, у Армении нет собственного выхода к морю. У Армении очень сложные исторические отношения с Турцией и Азербайджаном, и её границы с этими странами заблокированы. У Армении есть небольшой отрезок сухопутной границы с Ираном, но там сложный рельеф и плохие дороги, которые препятствуют полноценному транспортному сообщению. Кроме того, сам Иран испытывает на себе ограничительные меры, что также сказывается на ситуации, отметил российский вице-пемьер. По мнению Аверчука, снятие транспортной блокады в регионе важно для России и АЭС и всех соседних стран. При этом Армения превратится не только в важнейший международный транспортный узел, связывающий иранские порты Персидского залива с Чиноморскими портами, а также российскими портами на Балтике и Тихом океане, но и сможет приступить к наращиванию собственного производства, так как появится доступ к новым рынкам сбыта, а факторы, сдерживающие возможности вывоза продукции из страны, уйдут в прошлое. В современной истории такие возможности еще никогда не открывались, и, несомненно, в этой новой конфигурации основными бенефициарами будут Азербайджан и Армения. Россия в этом помогает им и всем остальным странам региона, подчеркнул заместитель пемьер-министра Российской Федерации. Российской Федерации